Третьи областные детские паралимпийские игры продолжаются. На повестке третьего дня соревнований теннис и бадминтон. В них принимают участие лица с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Правила в пара бадминтоне и пара теннисе не отличаются от обычных. За одним исключением. Соперники соревнуются в зависимости от своих физических особенностей. Здесь категории, то есть, играет на колясках. То есть, если на коляске один спортсмен, значит, соответственно, должен быть и другой. И есть у нас люди с интеллектуальными нарушениями. То есть, если они играют, то друг с другом тоже играют. По сравнению с легкой атлетикой и плаванием, бадминтон и теннис в регионе менее популярны. В соревнованиях приняло участие всего 17 спортсменов. Организаторы всячески стараются развивать эти направления и включают их в программу других спортивных состязаний. Во время игры у ребят проявляется упорство, дух. Они стараются достичь поставленных целей и результатов. Участие в соревнованиях каких-то, развитие их также и умственное, и физическое. Поэтому и ребята рады, довольны всегда. Есть же желание, главное дело, что у ребят заниматься. В Ульяновской области проживает более 105 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. 10 тысяч из них занимаются физической культурой и спортом. В том числе свыше 2000 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.